ребята привет сейчас такой необычный немножечко формат нашего включения мы сейчас находимся на пляже корон это пляж который можно сказать конкретно захвачен русскими здесь очень много наших соотечественников и большая половина из них на имеет какой-то свой транспорт на острове но это может быть байка или же это может быть автомобиль и очень много споров есть о том что уже лучше байк или автомобиль автомобиль вроде как безопаснее автомобиль комфортнее ты не по жаре там на улице едешь не жаришься комфортных таких условиях перемещаешься у нас там бутылки упали да это кстати тоже один из больших плюсов автомобиля ты в нем можешь перевозить все что угодно мы например просто затарились в магазине теска прям по полной затарили большое количество там различных ништяков в виде там пива и всего такого и не покупаем а где-то разово там в магазинах она не всегда у нас с собой просто таким ящичком мы с этим ящичком едем и кайфуем всего того что происходит такая что сказать про интенсивность движения на пукете я бы сравнил ее я бы сравнил вообще остров знаете с таким маленьким бангкоком потому что по сути движение здесь довольно интенсивная а пробки вечерние бывают такими уровня бангкока я считаю сейчас я прокачусь по основным трем пляжем букета это кота это корон и потом чтобы показать как себя вести на каких развязках и вообще как себя вести с тайцами с фарангами которые вот в огромном количестве перемещаются по острову на мотобайках и как еще разъезжаться с тайцами на автомобилях как разъезжаться с фарангами на автомобилях как разъезжаться с автобусами как как разъезжаться с экскурсионными вот этими вот маленькими маршрутками то есть это все тоже довольно такая интересная вещь ну и также поговорим о том соблюдает ли вообще правила дорожного движения на острове небольшой спойлер нет не соблюдает вот поэтому нужно быть готовым ко всему а сейчас мы едем по дороге по так рот и с ним сейчас повернем на первый пляж который очень популярен у наших туристов это пляж под названием кота кота мне еще нравится он потому что он как кота как будто бы про кота да или просит остановить у 7-11 потому что она хочет купить там эклеры которые сегодня благополучно забыл в холодильнике я главное с утра сходил проснулся сходил купил для юли эклеров вот и в итоге я забыл про них видели меня только что пропустил встречный автомобиль большое внимание уделите тому что визуальные оповещения от тайцев они разные не такие как у нас то есть вот сейчас вот джип на противоположной полосе он просто остановился но он не не мигнул если бы он не наоборот мигнул то это означало бы что чувак ни в коем случае не эти тебя пропускать не буду а он просто приостановился и дал возможность мне проехать вот 7-11 смотрите я паркуюсь просто как паркуюсь то есть вот просто я беру и паркуюсь и даже пофигу что я на половине стою например на полосе попутного движения да давай вот то есть просто я припарковался вот сейчас юля пошла за эклерами и кофе а я сейчас постою вот включу ручник поставлю на паркинг коробку и даже могу в принципе заглушить но заглушить не буду потому что очень жарко сейчас мы находимся мат на маленькой улице который соединяет поток роут и а пляж кота и мы видим наблюдаем огромное количество туристов здесь которые снуют туда-сюда вот видите они идут отдыхать отдыхать на пляж вот сейчас дождемся июлю и поедем дальше ребята мы сейчас со второстепенной дороги поворачиваем на главную смотрите как это происходит то есть просто потихонечку все люди выезжают и вот например справа микроавтобус он остановился и в принципе не говорит ничего мне о том что он будет дальше продолжать ехать то есть он остановился пропустил таксиста который поворачивал на второстепенную дорогу а я в этот момент тоже высунул нос он абсолютно был этому не против то есть фарами он мне не моргал а значит я смог дальше повернуть и проехать и выехать на дорогу кстати пляж кота мы как-то незаметно промчались потому что мы на него повернули прям самом конце получается и сейчас мы уже едем по корону а по поводу не очень умных фарангов то есть вот впереди например едет человек на байке и который забыл выключить поворотник на лево и таких людей очень много в таиланде то есть когда вы будете арендовать машину ездить на этой машине по острову обращайте внимание на то что поворотники абсолютно ничего не значат то что тот человек он включил поворотник налево но налево он вообще не собирается поворачивать поэтому будьте осторожны сейчас мы едем по пляжу корон мне этот пляж понравился он сейчас вот слева то есть получается дорога слева такой небольшой парк типа набережный а за этим парком получается уже сам пляж песок очень клёвый один из лучших песков который я видел на пляжах вообще в принципе ну и соответственно очень много соотечественников очень много вот прям вот реально их так много что корон можно спутать с легкостью с каким-нибудь нашим черноморским побережьем по целевому как раз видим ой какая вода голубая вообще а между тем фаранг впереди он даже не собирается выключать поворотник смотрите то есть он постоянно поворачивает и еще короче я не знаю может быть он ищет место где пристать но зачем-то тормозит он зачем-то вот непонятно как себя ведет на дороге еще его как-то мотает не очень уверенно то есть по всей видимости человек в принципе на байке не ездит дом вот справа люди пытаются перейти дорогу в неположенном месте это тоже здесь в порядке вещей мы сейчас выезжаем на короне на круг круговое движение в таиланде она тоже очень интересное знаки не похожи на наши вот что это значит это значит вам нельзя заезжать на круговое движение не могу понять почему круг нарисован в красном этом непонятно но на практике я понял что на кругу ты главный но я могу ошибаться потому что как многие пишут на форумах лучше действовать по принципу договоренности то есть вот ты едешь видишь что тебя пропускают и уверенно проезжай если есть хотя бы малейший фактор сомнения того что тебя пропускают лучше остановись и это действует абсолютно на все виды транспорта в таиланде я уточнил сейчас у юли она потому что этот вопрос поднимал в интернете в таиланде на кругу чисто официально ты главный то есть случае чего еще существует такое правило как помеха слева но я вот честно за рулем я практически уже 10 дней в таиланде за рулем он чуть поменьше может быть а может быть и 10 я ни разу пока не видел практического применения этого правила здесь если перекресток если он нерегулируемый сложно и странно и его проезжать потому что ты просто смотришь на других участников движения и ты должен просто подстроиться под них ребятки впереди показал свои просторы красавец потом правда почему-то одна группа не очень в виде какого-то развалившегося отеля по всей видимости в свое время хотели что-то построить а потом бахнул кризис и вот он так и остался сейчас мы заезжаем на главную улицу потанга будем поворачивать к пляжу проедемся еще раз по пляжу вот сейчас вот человек слева таец на мотобайке он видел что я еду но между тем он не стал останавливаться просто продолжал выкатывать свой байк назад будьте к этому готовы если видите что успеваете проехать проезжайте если сомневаться если летается вытаскивать свой байк очень быстро смотрите либо на противоположную полосу есть ли возможность от него увернуться либо старайтесь все-таки затормозить перед ним не рискуйте вау мы в общем на набережной пляже потонг то один из моих любимых пляжей скорее всего по той причине потому что я с этого пляжа в принципе начал свое знакомство с таиланда мы с юлей примерно в 11 ну да в 2011 году также в декабре прилетели сюда первый раз и прилетели с планами жить долго и мы здесь в таиланде вообще в принципе прожили порядка трех или четырех месяцев потом вернулись домой и первый пляж который мы увидели это пляж потонг какие здесь есть особенности в плане вообще движение здесь на автомобиле или на мотобайке в принципе такие же как и везде все вот люди могут вот так стоять их надо объезжать обязательно смотреть чтобы сзади вас в этот момент никто не обгонял особенно байкеры я не пропустил пешеходов но это не возбраняется никак здесь то есть наоборот если ты пропускаешь пешеход это какой дурак сейчас попробуем найти парковку интересный момент такой что парковки непонятно то ли они платные то ли бесплатные мы как-то раз здесь вставали кроме чего выезжает отлично и мы сейчас встанем на его место круто освободилось местечко спасибо большое тайчик он так решил ехать задом да ребята как показала практика мы уже второй раз паркуемся на потонге к нам никто не подходил не требовал оплату за парковку хотя на форумах очень много есть тем о том что приходят спрашивают причем даже иногда знаете в таких такой какой-то спецодежде которая похожа на полицейскую ну скорее всего где-то купили и теперь пытаются таким образом развести едных туристов но по факту официально парковка на потонге бесплатная поэтому можете быть уверенными в том что платить никому ничего не надо сейчас мы проезжаем легендарную улицу bangla road она осталась сейчас справа там днем ничего интересного он то есть обычные такие кафе ресторана где можно посидеть и едем и дальше едем мы сейчас на главную автомобильную артерию можно сказать острова которая домчит нас можно сказать за несколько минут до аэропорта но сейчас внимание мы не улетаем мы хотим посмотреть как прилетают и улетают другие люди именно посмотреть как садятся и взлетают самолеты если нам повезет и будет правильный ветер будет правильное солнце то мы увидим как самолеты это делают именно со стороны пляжа они с противоположной стороны но посмотрим как получится в любом случае мы сейчас выезжаем с пукета едем дальше в курортную деревеньку под названием каулак эта деревня она не популярна у отечественных туристов она зато сверх популярна среди немцев французов и других европейцев они селятся там потому что там меньше народу я так понимаю немного дешевле цены чем на букете а также нет русских вот оказывается русские они как китайцы они тоже не всем нравятся и многие от русских хотят побыстрее убежать поселиться куда-то в другое место в общем едем пока поток на самый-самый такой вот нагруженные улицы пукета довольно ну такой вроде бы вроде бы едем и уже хорошо люди выезжают второстепенной дороге опять же обратите внимание то есть вот сейчас смотрите я пропускаю пешехода но это на самом деле нонсенс это пешеход сам меня попросил видели он так это рукой помахал а так если люди стоят и особо не пытаются куда-то идти смело езжайте то есть можете их не пропускать там же здесь как такого правила пешеходного перехода его нет если вы посмотрите как ездят местные они абсолютно никого не пропускают и вас они не пропустят то есть когда вы будете переходить пешеходный переход поэтому по этому поводу не парьтесь вот классический пробочный перекресток на пукете смотрите вправо нам нужно повернуть направо и большое количество людей тоже видимо хотят это сделать тоже поворачивает вот я не спешу заезжать на круг хотя я заехав на круг становлюсь главным потому что здесь принято пропускать людей которые вот на байках хотят проехали другую сторону то есть никто которая которая вам нужна и потихонечку потихонечку вместе со всеми опять же аккуратнее смотря вправо-влево на штате они особо чувствуют говорит своих автомобилей и у них моменты когда они просто кого зацепают сплошь и рядом этом аккуратно аккуратно вот так вот заезжаем в пробку которая сейчас видим будет идти до самой главной улице до самой главной трассы скажем так острова вот смотрите впереди едет явно фаранг потому что он зачем-то жмется в левую сторону хотя одно из главных правил когда ты едешь по одной дороге вместе с бай с байками это быть ближе к центру для того чтобы байки могли без проблем обижать тебя слева а он вот зачем-то и мешает и и дыру оставляет справа непонятно для чего хотя ты нет по фаранг слова пробках смотрите навстречу какая пробка она прям очень медленно движется и уже наверное метров 200 она до перекрестка а там после перекрестка и дальше так вот люди выезжают то есть их можно пропустить остановиться аккуратно надо посмотреть потом не уезжать за ним кто-то еще потому что тайцы очень любят выезжать такой змейкой цепочкой выезжает один и за ним сразу практически весь поток выезжает и когда вы прекратите выезд этого потока зависит только от вас то есть вы должны как бы ну недвусмысленно намекнуть что вы хотите ехать дальше и что вы уже не хотите больше их пропускать ну то есть для этого просто потихонечку вперед двигайтесь двигайтесь в какой-то момент а какой-то тайц перестает нарушать правила и пропускает вас вот вот проезд этого перекрестка вообще не понимаю как здесь вообще все сделано как мы разъезжаемся с людьми которые поворачивали сейчас справа но по всей видимости опять же по договоренности они стараются не мешать и мы стараемся им не мешать ребята рассмотрим еще вот такую ситуацию я сейчас стал в полосу которая поворачивает направо то есть левая полоса едет прямо правая полоса поворачивает направо мне направо не надо мне нужно ехать прямо казалось бы в российских реалиях это все очень плохо то есть по сути тебе надо сейчас как-то перестраиваться в свою полосу аккуратно туда проситься и когда тебя опустят ты только потом сможешь продолжить движение прямо здесь же получается так что на многих перекрестках прямо и направо знаки светофор сгорается одновременно и поэтому а перекресток организован таким образом что направо поворачивать помех нет то есть видите сразу загорелась прямо и направо и по сути сейчас люди из моего ряда они повернут направо а я смогу продолжить движение прямо то есть вот просто нужно быть аккуратным еще смотреть в левое зеркало чтобы никто из другой полосы резко не начал перестраиваться на тебя я рекомендую всегда занимать крайнюю правую полосу а у тайцев нету такого плохого как у нас такой плохой как у нас особенности пристраиваться к тебе сзади и моргать мол типа пропусти пропусти у них такого нет у них вот кстати сказал что пробок больше не будет и раз опять уже пробка короче если таяц хочется обогнать он как впереди мы видим он это сделает в любом случае то есть он сам придумает как это сделать он обгонит тебя справа слева по обочине не знаю там по тротуару то есть по сути по поводу этого не переживайте а если сзади к вам пристроил пристроился тайец очень близко он к вам едет не спешите перестраиваться не делайте резких движений каких-то просто продолжайте ехать в своей полосе он сам вас обгонит еще одна интересная особенность тайского дорожного движения это возможность поворачивать налево даже прекрасном сигнале светофора все сейчас вот 17 фора красный но но тут даже налево отдельная полоса предусмотрена просто пристраиваемся смотрим чтобы там все блок все и продолжаем движение я сейчас вот мы вырвались из цепких лап букетов ских пробок и выехали просто на главную артерию автомобильную букета и по ней мы сейчас довольно быстро сможем домчаться до аэропорта